С самого начала специальной военной операции Верхневожия стала одним из наиболее активных регионов, которые оказывают помощь Донбассу и новым субъектам нашей страны. Причем эти грузы отправляются как мирным жителям, находящимся в зоне боевых действий, так и военным. Очередной такой грузовик отправился из Твери в четверг. Уже через считанные дни водитель этого армейского КАМАЗа наверняка будет напевать знаменитая «Эх ты, дорожка фронтовая». А пока ему предстоит принять очередную партию ценного груза для наших военных, потребности которых постоянно меняются. Например, в первые месяцы СВО требовалось очень много амуниции. Теперь же нужно больше высокотехнологичного оборудования. Сейчас мы отправляем, например, 3D-принтер, чтобы уже на месте можно было печатать все необходимые элементы для сброса вогов и других видов гранат. Очень нужны сейчас оптика. Также здесь маскировочные сети, медицинские принадлежности для оказания первой помощи в бою и даже автомобильные колеса. Последние на войне смело можно назвать расходным материалом. Что касается подразделений, которые получат все это добро, то они самые разные. Танкисты, артиллеристы, спецназ. Чтобы каждая коробка попала в нужные руки, приходится все маркировать. Синий – это танкисты. Все, что синим помечено. Зеленым цветом – это для луганской больницы. Там есть и для раненых одежда какая-то, и есть медицинские препараты. В красном – это для медбата, который практически на передовой стоит. Для них тоже медицина и для реанимобиля колеса. Если говорить о гражданах, которые оказывают помощь, то это буквально все слои населения. От крупных фирм до 11-летнего мальчугана, который копил на самокат, однако в итоге отдал свои деньги в помощь фронту. В зону СВО, кстати, этот КАМАЗ доедет довольно быстро, благодаря прямым контактам с военными. Мы минуем какие-либо передаточные пункты каких-то третьих лиц, чтобы это было все безопасно, чтобы миновать какие-то террористические ситуации. То есть вот здесь мы это загрузим, и там уже командиры в руки это все получат. Загрузить, кстати, чтобы добиться максимальной компактности – задача тоже непростая. Как шутят волонтеры, это самый настоящий «Тетрис». Но в итоге дело сделано. Грузовик с латинской «В» на борту убывает к месту назначения. А члены штаба «Помощь Донбассу» уже приступают к формированию новой партии. Ведь такие посылки на фронт уходят отсюда каждые две недели. Субтитры создавал DimaTorzok